здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут елена ермина и я рада вас приветствовать на своем канале в интернет-магазине клуба окшоп я заказала пряжу для вязания кардигана и сейчас я хочу подобрать узор это уже будет второй вариант узора для того чтобы связать вместе с вами у меня на канале красивый кардиган вязать я буду на размер 4850 в наличии у меня 27 мотков замечательной пряжи название пряжи шерфуд в 50 граммах 180 метров цвет номер 03 состав у пряжи 40 процентов шерсть мериноса 30 процентов альпака и 30 процентов акрил пряжа итальянская вязать я буду кардиган крючком и сейчас мы вместе с вами подбираем узор я хочу показать вам мастер-классы видео уроки по вязанию узоров крючком и во вкладке сообщества мы с вами устроим голосование выберем наиболее понравившийся узор путем голосования принять участие в голосовании смогут только мои подписчицы канала и как уздот узор который наберет большое количество голосов этим узором мы будем сами вязать кардиган регланом сверху вниз либо с тычным рукавом пряжа очень приятно и вяжется из нее с одним удовольствием с превеликим удовольствием хочется вязать вязать и вязать и сегодня я опять решила снять для вас очередной мастер-класс так как вчера мне понравилось вязать из этой пряжи хочу протестировать ее уже в исполнении другого узора крючком вчера мы связали вот такой узор если вы еще не видели мастер-класс видео урок то можете пройти по ссылочке ссылочку я оставлю всплывающей подсказки и посмотреть мастер-класс по вязанию также данный узор подходит не только для вязания жакета кардигана но также он будет хорошо смотреться если вы свяжете плед покрывал ссылочку на пряжу и на интернет-магазин я оставлю в описании под этим видео на сайте интернет-магазина клубок шоп есть очень большой выбор пряжи разные цвета я думаю что вы для себя найдете наиболее подходящий цвет по вашему вкусу и предпочтению сейчас мы с вами свяжем очередной узор это будет второй вариант и если вам понравился узор то поставьте пальчики вверх и напишите в комментариях все узоры для кардиганов жакетов жилетов я буду сохранять в отдельном плейлисте ссылку на плейлист также оставлю в всплывающей подсказки наличие у меня 27 мотков и я возможность 27 мотков свяжу 27 образцов узора и мы с вами выберем самый-самый красивый узор для будущего кардигана будем вязать с вами вместе на канале в сентябре месяце я организую бесплатно подробно обучающий мастер-класс по вязанию от начала и до конца для вязания образца узора набираю цепочку из 26 воздушных петелек раппорт узора состоит из 5 воздушных петель и всего лишь два ряда высоту который вяжется очень легко просто и даже вам не потребуется схема для вязания вот этого узора и сейчас мы посмотрим как он будет смотреться из пряжи шер вуд я подбираю узор вот специально для этой пряжи от соло филата набрала цепочку из 26 петелек и приступаем к вязанию первого ряда 1 воздушная петелька подъема во вторую петельку цепочки от конца провязываю один столбик без накида 1 2 3 3 воздушных петельки и в эту же петельку цепочки где мы провязывали 1 столбик без накида провязываем 3 столбика с одним накидом крючок для вязания у меня номер три клавер софта что на производство японии связали элемент это у нас один рапорт пропускать 1 2 3 4 петельки в пятую петельку вяжем 2 раппорт узора провязываем в основании 5 петельки 1 столбик без накида начала 2 раппорта провязываю 3 воздушных петельки и в эту же пятую петельку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом связали 2 раппорт отсчитываем 1 2 3 4 петельки в основании 5 петельки вяжем 1 столбик без накида это начало 3 раппорта раппорт у нас начинается со столбика без накида 3 воздушных петельки в эту же пятую петельку провязываем 3 столбика с одним накидом данный узор вяжется прямыми обратными рядами и по кругу пропускаю 1 2 3 4 петельки в пятую петельку вяжем следующий раппорт раппорт у нас состоит из 5 петель то есть начинается от столбика без накида и заканчивается перед следующим столбиком без накида основу раппорта входит 5 петель 1 2 3 4 5 вяжем 3 воздушные петельки в эту же петельку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом отсчитываю раз два три 4 в пятую петельку провязываем 1 столбик без накида это начало следующего раппорта 3 воздушных петельки в эту же пятую петельку вяжем 3 столбика с одним накидом пряжа очень очень мягкая нежная вязать одно удовольствие раз два три четыре в пятую петельку провязываю 1 столбик без накида и заканчиваем вязать ряд связали с вами первый ряд узора и состоит он у нас с вами из раз два три четыре пять пяти рапортов раппорт 5 петель приступаем к вязанию 2 рядом 3 воздушных петельки разворачиваю за не на изнаночную сторону узора и вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петелек провязываю 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида вот в это место основание мы с вами сейчас свяжем 3 полустолбика с одним накидом с общей вершиной 1 полустолбик 2 полустолбик с одним накидом и 3 полустолбик с одним накидом на крючке у меня 4 петельки соединяю при помощи рабочей нити в одну связали 3 столбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петель провязываю 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида мы с вами сейчас вяжем 3 столбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной провязываю 1 полустолбик с одним накидом в эту же вершину столбика без накида вяжем 2 полустолбик с одним накидом и сюда же провязываем 3 полустолбик с одним накидом 4 петельки на крючке соединяем вместе 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петель вяжем 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида предыдущего ряда вяжем 3 столбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 4 петельки на крючке соединяю вместе 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петель провязываем 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываем с вами 3 столбика с одним накидом с общим основанием и соединяем вместе все петельки 2 воздушных петельки и не заканчиваем с вами вязать ряд здесь вершину столбика без накида так после трех столбиков с одним накидом с общей вершиной провязала 2 воздушных петельки и сначала провязываю парочку цепочки из трех петель 1 столбик без накида далее вяжем 2 воздушных петельки и после этого только заканчиваем вязать ряд вершину столбика без накида провязываем 2 полустолбика с одним накидом для того чтобы выровнять ряд связали мы с вами один рапорт высоту рапорт состоит из двух рядов сейчас мы будем вязать третий ряд по принципу вязания первого ряда я с вами свяжу третий ряд вместе и потом уже продолжу вязание за кадром и покажу вам что у меня в результате получилось тупаем к вязанию третьего ряда вяжется он по принципу первого ряда это третий ряд начала второго рапорта высоту 1 воздушная петелька подъема вершину столбиков связанных вместе я провязываю один столбик без накида 3 воздушных петельки парочку цепочки из двух петелек провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 2 3 вершину столбиков связанных вместе с одним накидом провязываю 1 столбик без накида 3 воздушных петельки раз-два-три парочку цепочки из двух петель и провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 вершину столбиков с одним накидом связанных вместе провязываю 1 столбик без накида 1 2 3 воздушных петельки парочку цепочки из двух петель провязываем 3 столбика с одним накидом вершину столбиков с одним накидом провязываю 1 столбик без накида набираю цепочку из трех воздушных петель и в арочку цепочки из двух петель провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 вершину столбиков с одним накидом провязываем 1 столбик без накида набираю цепочку из трех воздушных петелек и в арочку цепочки из двух петелек провязываем 3 столбика с одним накидом и заканчиваем с вами вязать ряд между столбиками провязываем 1 столбик без накида связали 3 ряда узора давайте еще свяжу с вами один ряд для того чтобы довязать 2 раппорт до конца 3 воздушных петельки 1 2 3 разворачиваю вязание на другую сторону вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петель провязываем 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем с вами 3 столбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной либо 3 полустолбика 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петель провязываю 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем 3 полустолбика и с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петель провязываю 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем 3 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петель вяжем 1 столбик без накида 2 воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем 3 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из трех петель вяжем 1 столбик без накида 2 воздушных петельки и заканчиваем вязать ряд вершину столбика без накида провязываем 2 полустолбика с одним накидом чтобы выровнять ряд все связали мы с вами два рапорта высоту таким образом смотрится изнаночная сторона узора и вот таким образом выглядит лицевая сторона узора узор очень плотненький кардиган получится теплый и он этот узор будет хорошо держать форму я сейчас продолжу вязание и покажу вам что у меня получилось буду вязать пятый ряд по принципу вязанием первого либо третьего ряда связала образец узора вот таким образом смотрится лицевая сторона узора здесь вот такие четко выраженные вертикальные выпуклые дорожки тем самым эти дорожки будут зрительно удлинять и стройнить силуэт фигуру и давайте рассмотрим поближе изнаночную сторону узора что мне не понравилось вязание этого узора что немножко кажется что узор уходит вправо кассет и мне кажется это даже визуально заметно если присмотреться узор мы с вами вязали прямыми обратными рядами также его очень легко и просто связать по кругу данным узором можно связать жилет шарф кардиган жакет и также плед покрывала он подходит для вязания крючком будет неплохо смотреться из связанные с пряжей летней серии и также демисезонный и зимний вариант я вязала из пряжи итальянской название пряжи шерфуд торговая марка производителя соло филата 50 грамм 180 метров цвет пряжи 03 так это лот 03 а цвет 5367 крючком номер три пряжи я заказала в интернет-магазине клубок шоп для того чтобы связать кардиган мне потребуется где-то 27 мотков пряжи это будет удлиненный кардиган на размер 4850 если вам понравился узор то поставьте пальчики вверх и также можете оставить свой отзыв отзыв в комментариях под этим видео что вы думаете об этом узоре нравится он вам или нет и если он вам понравился то можете взять его себе в копилочку на заметку хочу вам показать более детально чтобы вы рассмотрели его со всех сторон также я подготовила отдельный плейлист где буду аккумулировать все мастер классы видео уроки по вязанию узоров крючком для жакетов кардиганов я думаю данный плейлист вам пригодится дорожки смотрятся выпуклыми пряжа для вязания данного узора на мой взгляд очень хорошо подходит она мягкая узор легко вяжется и красиво смотрится и также кардиган будет хорошо держится форму он не такой ажурный и после стирки изделия все вот эти вся вот эта ажурность она уйдет и будет смотреться еще красивее на мой взгляд симпатичный узор и неплохо смотрится самое главное что вязать очень очень легко его и просто я с вами не прощаюсь жду вас на следующем мастер-классе с вами была елена ермина всем пока пока до новых встреч на моем канале и не забывайте подписываться и включать колокольчик на все виды оповещения чтобы не пропустить новые видео уроки по вязанию крючком и спицами хорошего аппетита фича к же поступи эксплуат Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...